всем добрый день мои хорошие я очень рада приветствовать вас на своем канале сегодня я хочу с вами поделиться очень вкусным рецептом это печеночный торт я очень надеюсь что вам понравится и будет очень хорошая как раз идея к новогоднему столу давайте приступим для этого нам понадобится печень в моем случае это куриная лук морковь мука соль перец и яйцо приступим сейчас мы берем нам нужно печень перемолоть на мясорубке и вот я перемолола печень здесь у меня было 700 грамм на и также добавляем фарш лук тоже через мясорубку пропускаем вот посмотрите вот такой вот у нас получился фарш это перемеленная печень вместе с луком теперь мы добавляем соль все по вкусу перец сухой чеснок вбиваем одно яйцо и хорошенько перемешиваем когда мы все это перемешали нам нужно добавить немножко муки для того чтобы добавить клейковину я на глаз ну примерно где-то на 700 грамм печени нужно 4 5 столовых ложек муки сейчас я вам перемешаю и покажу какая получится консистенция вот посмотрите вот такой вот консистенция должен получиться у вас печенье вместе с мукой с яйцом сейчас на раскаленную сковородочку добавляем немножко масла сейчас наша сковородочка хорошо нагреется и начнем выпекать первый наш корж наша сковорода хорошо нагрелась и и теперь вот таким вот образом мы накладываем и распределяем вот таким вот образом мы накладываем и распределяем и жарим с двух сторон смотрите вот так вот я лопаточкой перевернула наш блинчик и так проделываем все тесто что у нас есть вот посмотрите вот такие вот у нас получились красивые блинчики печеночные и сейчас будем пассеровать лук морковь для прослойки нашего печеночных блинов так теперь берем на хорошо разогретую сковородочку наливаем немножко масло и будем пассеровать наш лук вот так вот пассеруется наш лук когда будет лук уже золотистого цвета мы добавим морковь немножко жарим с морковью и здесь я вот уже выдавила один зубчик чесночка добавим сковородку к луку и к моркови накроем крышечкой чтобы настоялось чтобы был очень вкусный запах и вкус вот так вот наш лук обжарился до золотистого цвета и теперь мы будем добавлять туда морковь и обжаривать все вместе вот смотрите вот так вот хорошо у нас когда лук с морковочкой пропассировали добавляю один зубчик чеснока хорошенько все это перемешиваю выключаем огонь хорошенько все это чесночок перемешиваем и давайте вот сейчас будем собирать наш тортик берем первый коржик вкладываю его на тарелочку беру майонез майонез у меня собственного приготовления и вот так вот размазываем по нашему блин супер и на блин мы выкладываем лук и морковь это вот я вам очень советую тот кто никогда не делал это то что надо будет блюдо для новогоднего стола берем следующий блинчик вот так вот открываем опять берем майонез опять лук морковь и вот так вот мы будем чередовать все наши блины вот смотрите вот такая вот у нас получилась красота это очень вкусно очень очень я вам советую он конечно должен постоять в холодильнике пропитаться но я сейчас вам попробую его разрезать и показать вот такой вот торт посмотрите вот так вот он выглядит в разрезе это очень вкусно очень нежно красиво празднично и желаю приятного аппетита